Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Как она организована в начальной школе номер 7, вы узнаете из рубрики «Для вас, родители». С введением ФГУСов в 2011 году появилась необходимость проведения внеурочной деятельности. Внеурочную деятельность мы проводим для наших детей во второй половине дня. Начинают заниматься в кружках, в объединениях по внеурочной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются к среде сверстников благодаря индивидуальной работе руководителя. Глубже изучается материал. Внеурочные занятия направлены своей деятельностью на каждого ребенка, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. Когда мы проводим первое родительское собрание для будущих первоклассников, мы проводим анкетирование. Просим родителей, чтобы они прописали, какие кружки они видят сами и рассмотрели те кружки, которые предлагает школа. Родители, например, в этом году первоклассников очень хотели, чтобы дети с первого класса начали немножко заниматься иностранным языком, то есть изучать английский. И поэтому у нас уже с первого класса в этом году введен кружок счастливый английский. То есть в игровой форме дети пытаются знакомиться с языком. Кроме того, родители не в этом году, а года три тому назад у нас, честно говоря, как бы и не было такого вначале направления, как шахматы. Это тоже предложили родители. По просьбе родителей мы открыли. Сейчас уже три года этот кружок существует, но тоже по инициативе родителей. У нас в первом классе кружки по классам распределяются, по направлениям и по классам. И поэтому дети выбирают вместе с родителями, куда бы они хотели ходить. И знакомятся с другими кружками. А вот уже во втором классе у нас неурочная деятельность идет по параллели. То есть ребенок из любого класса может уйти в любой кружок. То есть уже есть возможность еще больше себя искать. И таким образом каждый ребенок находит себя. Дети очень любят пейнер-бол играть. В этом году у нас новый рыббол появился кружок спортивного направления. У нас в основном кадеты занимаются этим видом спорта. То есть есть возможность детям искать себя. У нас Михаил Евгеньевич Замятин возглавляет вот это направление информатизацию. Кроме того, что он ведет факультативы по информатике, еще по робототехнике. И наши дети участвуют в конкурсах, в соревнованиях по робототехнике. Здесь большая работа ведется во внеурочное время. Поэтому все вот эти направления существуют и имеют место. И что приятно, что наши дети даже на конференции в крае занимают почетные вторые и третьи места. Это тоже неплохо. Мы стараемся все предложения родителей рассматривать. И если у нас есть специалист, если мы находим специалистов, бывает, что в школе такого специалиста нет. Но мы тесно работаем с дополнительным образованием. Конечно, нельзя сказать, что мы должны успокаиваться на достигнутом. Все равно все идет в движение, в росте. Все равно мы должны расти. Но на данный момент мы мечтаем, у нас одна мечта, что танцевальный хороший сделать замечательный зал, чтобы больше у нас дети еще и танцевали. Редактор субтитров А.Семкин